Микс Ньюз Обстоятельные ответы Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы Очень сложный вопрос, и это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Да, спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос, у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Ну таков наш закон Доброе утро, здравствуйте, уважаемые слушатели Действительно понедельник, 10 утра Начинается программа Добро пожаловаться В студии председатель правления товарищества Центр консультаций собственников квартир И председатель кооператива БАКа 2 Сергей Сидорко Доброе утро Доброе утро, меня зовут Олег Пека И мы на протяжении этого часа будем отвечать на ваши вопросы Пожалуйста, вот я проверю, пока вот у нас не поступало На номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 Но вы можете смело писать их 2-3-0-6-1-9-1 Или звонить в прямой эфир Телефоны нашей студии не изменились 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Солнышко пригревает Действительно погода такая уже весенняя И обещают тепло Тем не менее, несмотря на теплую зиму Я могу поделиться своим опытом У нас обслуживающая компания Забыла случайно включить счета за отопление По-моему, за один месяц И мы очень обрадованы То есть, когда получили очень маленькие счета Думали, ну вот, наконец-то теплая зима Дает свои плоды Платим гораздо меньше И вдруг в следующем месяце приходит бумажка Ой, простите, произошла ошибка И еще, в общем, 150 евро к тому счету Который выписали То есть, там был какой-то астрономический сразу счет И ты думаешь А где же это глобальное потепление? Почему мы его не чувствуем? Почему все-таки платим достаточно внушительные суммы? При том, что за окном Не минус 30 Ну, на самом деле Если правильно Иметь возможность правильно оценить энергозатраты в доме То теплая зима чувствуется На самом деле энергопотребление на отопление Оно снизилось Здесь, но счет У нас же состоит не только из одного отопления Счет состоит еще из затрат на подогрев горячей воды То есть, на горячее водоснабжение Скажем так Грубо говоря, мы у себя были вынуждены поднять с 50-51 градуса на 55 градусов Это солидная прибавка При том, эффективность этого действия весьма и весьма сомнительная В том плане, что Легионелла действительно при 55 градусах Ее размножение затруднено Но уничтожение ее не происходит Просто ее размножение затруднено А на самом деле Легионелла развивается, как правило, в застойной воде При температурном режиме где-то от 20 до 40 градусов И эта благоприятнейшая среда для нее образуется именно в ответвлениях от стояков в квартире То есть, вот те участки глухих трубопроводов, которые от стояка ведут к вашему распределительному устройству Либо к крану, либо к душевой головке И если так случается, что вы несколько дней или больше не пользуетесь То там Легионелла живет по полной программе И никакие повышения температуры в общей системе никак не влияют на это Поэтому, с одной стороны, я не знаю, пускай медики отвечают Или специалисты по бактериям, насколько это все эффективно Я на самом деле понимаю так, что и раньше мы инструктировали своих людей Если ты не пользовался душем, либо краном несколько дней Будь добр, сначала слей 5-10 литров воды сразу в сточное отверстие Потому что тоже заразиться той же Легионеллой можно только в случае, если ты вдыхаешь аэрозоль Содержащий какую-то определенную концентрацию бактерий То есть, ни через пищевод, ни в виде пары это дело не распространяется Только капельки, взвешенные капельки воды То есть, это какая-то такая специфическая душевая головка Значит, один из факторов это повышение режимов горячей воды Я подсчитал, просто взял данные, у нас стоят счетчики тепла на всех домах И мы посчитали, насколько увеличила наши счета И на 27 домов у нас общее увеличение счета на теплопотребление Это именно прибавка в счете Не сам счет, а прибавка в счете 100 тысяч по году Ну, то есть, считайте так в среднем по Сколько это получается? По 3 тысячи евро на каждый дом То есть, вот, пожалуйста, вам там где-то 60-70 евро на квартиру Это добавка за то, что мы якобы боремся с Легионеллой Второй фактор, который очень сильно повлиял Это повышение в прошлом году тарифа Ригасилд То есть, стоимость тепла повысилась на 17% И это тоже очень резко сказалось Эти два фактора, они снивелировали И еще об одной вещи нужно помнить Пока мы не перейдем, если мы, дай бог, не перейдем В зону вообще такой устойчивой положительной температуры во все время года И комфортной температуры Все-таки холостой ход домов Есть такое понятие, как холостой ход домов Чтобы дома были теплыми зимой Вот в условиях переверенчивой погоды У нас сейчас погода такая Она, в общем-то, колеблется от нуля до плюс 6-7 градусов В этом случае систему все-таки нужно, дома нужно греть И это тоже требует тепла По потреблению тепла И прирост отрицательной температуры Он не столь уже существенно сказывается Если там вот происходит похолодание То на потреблении это не так сказывается Как вот базовый такой вот определенный уровень Потребления тепла на отопление Два таких фактора Как экономить Сэкономить можно Но ответы очень простые Это реновация, это утепление домов Это замена трубопроводов Это оптимизация И там уже хорошие расчеты Балансировка и так далее То есть уже тонкая настройка систем теплоснабжения В том числе и системы горячего водоснабжения Но это вложение денег Которые требуют, в принципе, от всего дома каких-то усилий Давайте будем рассуждать с вами так Вот я один раз хочу немножко вот эту вот Это требует вложения Да, это требует денег Ну, скажем так Я вот имею совершенно четкие И это уже не только нашего кооператива данные Но это уже и подтвержденные Ригас Силтумс и другими источниками данных Если вы сейчас во всем доме одновременно Меняете радиаторы Подключаете их по определенной схеме Устанавливаете на них регуляторы подачи тепла И счетчики тепла То затраты на один радиатор составляют Ну, где-то до 200 евро Там от 150 до 200 евро Это если делать все сразу Вот так, как надо При этом каждый радиатор Это разовое вложение Ну, 150-200 евро Да, это сумма, значит, на квартиру порядка 500 евро Но на всю оставшуюся жизнь Это позволяет вам сэкономить 20% от потребляемого тепла Но это на всю оставшуюся жизнь дома То есть, возьмите даже, если ваш годовой счет составляет, ну, я не знаю, ну, сколько Ну, если вы говорите, что у вас в квартире вы платите 150 евро, ну, хорошо, в месяц в среднем 100 евро, значит, 600 евро за год У вас 4 радиатора, значит, по 150 на один радиатор Берем 20%, вот 30 евро на каждом радиаторе И вы ежегодно экономите, значит, если 4, значит, у вас 120 евро, значит, по сути вы за 4 года отбиваете эту инвестицию И дальше живете уже в плюсе Не в плюсе Тут сразу я предвхищаю, вам возможен звонок А, мы сделаем, мы выведем себя в плюс, а тут же поставщик повысит стоимость Мы сократим потребление, поставщик повысит стоимость Не сомневайтесь Так оно и произойдет Но только мы-то все равно будем потреблять И мы всегда должны смотреть на сравнение Сосед не сделал, и он будет платить в любом условии, в повышенном тарифе на 20% больше, чем я Поэтому в этом смысле это такая вещь, которую нужно делать У нас звонки 67212-93-9, 67213-93-9, здравствуйте, доброе утро Доброе утро Доброе Вот у меня два вопроса по поводу реновации, утепления и так далее Господин Сидорко, вот я читаю в газете такие грустные, значит, данные За сколько лет существует это понятие реновации И сколько домов всего, я могу ошибиться, по Латвии, что ли, где-то 8 тысяч только прошло это утепление Это глупые люди или тут перекошено и, значит, люди не хотят влезать То есть это очень дорого, короче говоря А второй вопрос Вот вы говорите На всю оставшуюся жизнь Вот хорошо бы сделать выборку такую Допустим, по Риге хотя бы Собственники квартир Возраст Допустим, имеют ли они наследников и так далее Вы понимаете меня, да, что очень многие задумаются А на кое мне нужно там через 20 лет получить эту выгоду? Спасибо Пожалуйста Я начну со второго Поскольку сам в таком возрасте, когда уже пора думать о наследниках То я могу вам ответить Давайте переставим выкаривать сами перед собой Единственное, это вот наше поколение То, которое наполовину из того времени, наполовину из этого времени Что вынесло ценного, это квартира И естественно у каждого есть подспудное желание Это оценивать как ценность, как достижение И передать другому поколению Дома еще могут служить То есть это несомненно ценная вещь Это первое Второе Что значит, что вот насколько долго, да, на всю жизнь Ну я отвечу сейчас, может быть, не очень красиво Но я отвечу Но если ты не собираешься долго жить, так тебе и платить не надо будет Зачем становиться на пути прогресса, если ты не собираешься платить Ну другими словами Поэтому это немножко такая кокетливая позиция Вот мы такие бедные и несчастные Мы не бедные и несчастные Большинство, у меня 1800 клиентов Работаю, я уже больше 20 лет Но несмотря на то, что при жизни ни у кого не было родственников Выморочных квартир всего было две За 20 лет Это квартиры, где действительно не нашлись наследники Как правило, человек живет один, один, один Бедный, несчастный, умирает Появляется толпа наследников И успешно реализует это имущество Это ответ на вот эти вот рассуждения Может быть, они кажутся кому-то грубыми и обидными Я прошу не обижаться, но так оно и есть Мы не можем вот в качестве аргумента выдвигать именно этот вопрос Относительно дорого, дешево Как делать? Я могу, уже неоднократно говорил Я могу еще раз привести Последние два дома, что мы успели сделать с использованием европейских денег У людей реально стоимость содержания квартиры вместе с выплатой кредита Увеличилась в среднем на 3-5 евро в месяц Это дорого, то есть в дома было вложено по 400-500 тысяч евро Дома были полностью утеплены, заменены трубы, поменена система отопления Сделано все, что необходимо Я не скажу по максимуму, потому что не делалась вентиляция Но по всему остальному по максимуму Реальное увеличение затрат произошло в размере 3-5 евро в месяц Это с чем? То есть они взяли кредит? Взял кредит, ну допустим, есть конкретный дом, кто не верит, я могу просто приходить Я вам к бухгалтерию открою, сидите и ковыряйте ее Ну получается так, дом взял, выполнил строительных работ порядка на 450 тысяч Из них порядка 200 тысяч дала Европа, осталось 250 тысяч Так вот, гася кредит по этим 250 тысячам и платя по-новому за отопление и за все остальное Ведь они вот сейчас платят в плюс, то есть по сравнению с предыдущим счетом Они платят примерно 3-5 евро Мы забываем о другом Сразу в доме резко сокращаются потребности в накопительных фондах, в всяких ремонтных фондах Потому что все приведено в порядок, ну нужны какие-то поддерживающие деньги, но это далеко не уходит статья аварийных практически Дальше у нас все панельные дома, у нас уходит статья ремонта панельных швов Она все, о ней можно забыть, а это очень дорогая штука И когда ты начинаешь вкупе все накручивать, вот то, что было, надо было, на что планировать, на что тратили деньги до этого Если ты содержал дом в порядке, и на что ты тратишь после этого То на самом деле это недорого, на самом деле вложить деньги сегодня И потом еще хочу обратить внимание, на все же растут цены И если ты сегодня вкладываешь разума в сокращение будущих своих затрат То как бы они ни росли, у тебя это сокращение будет очень хорошо сказываться на твоем кошельке Поэтому на самом деле можно как хотите интерпретировать вопрос реновации Но я могу сказать только одно С практической точки зрения, через какое-то время в городе, допустим, Риге, если мы о Риге говорим Будут дома, в которых можно жить, и в которых будет жить ужасно Ужасно потому, что это будут постоянно текущие трубы к потолке, это сырые стены, это бешеные щита за отопление Это постоянные затраты на поддержание дома хоть каком-то состоянии, на аварийную службу Чтобы там заткнули, тут перевезли, тут перекрутили Эта ситуация по-другому не решается Здравствуйте, доброе утро Добрый день Господин Сидорко, вот я имею опыт управления Думом И жизнь с жильцами, значит, никто никогда кредитов не возьмет Вы под пистолетом не заставите Там пенсионерки, особенно военные, бывшие, они вообще там У нас на накопление, на ремонтные работы повысить на 10 центов не хотят Мы делаем это постепенно Сначала окна в подъездах, потом лежаки, собираем на стояки и так далее, и так далее Только так, по чуть-чуть А люди, которым осталось 2-3 года жить, вам копейки не дадут Спасибо Спасибо Спасибо, отвечу так Я тоже имею опыт управления Домами С 1996 года по сегодняшний день У меня в управлении 27 домов Из них все 27 домов так или иначе участвовали в кредитах И 10 домов прошли комплексную реновацию Поэтому я этот вопрос знаю не понаслышке Как разговаривать с людьми? О чем разговариваете? Какие аргументы приводить? Вот и все У меня такие же пенсионеры, такие же военные и невоенные Такие же пенсионеры, ничем не выдающийся район На самом деле, возможно, вы не ту аргументацию подбираете Возможно, вы слишком увлечены идеей того, что люди бедные и несчастные Возможно, на них где-то надо и по-хорошему надавить Потому что на самом деле вы что предлагаете? Ведь на самом деле вот ваша позиция, я вам переведу ее по-другому Вы говорите, вот мы делаем по чуть-чуть То есть вместо того, чтобы сделать за пол цены, вы делаете за полную и считаете, что это подвиг Вот была великолепная возможность в течение 10 лет сделать все за пол цены Нет, мы упираемся, вот жалеем кого-то себя, бедных, несчастных И делаем за полную цену То есть, ну, как-то я не вижу здесь логики Ведь суть вопроса в том, что европейская помощь была направлена на то, чтобы И кто ее скушал, те очень довольны, я сразу скажу Вот раньше там прозвучала цифра 8 тысяч домов Нет, я думаю, что на самом деле где-то 2-2,5 это будет хорошо На самом деле, я думаю, поменьше 2 тысяч, к сожалению Но те, кто воспользовался этой возможностью Те, кто двигаются в этом направлении Они поняли, что это хорошо Вы же предлагаете своим пенсионерам, которые задушены деньгами Они действительно задушены, делать за полную цену И это благо, ну, это ваш путь, это вы выбрали Но с другой стороны, ведь у этих пенсионеров наверняка есть родственники Которым, ну, вот достанется эта квартира Может быть, как раз один из аргументов Чтобы эти будущие наследники могли бы вложиться Но тоже все-таки помочь своим Я хочу, чтобы, Олег, и вы тоже немножко восприняли мою информацию Ведь если использовать на тех условиях, что давала Европа деньги Когда 50% от энергоэффективных затрат возвращалось На самом деле удорожание проходило на уровне 3-5 евро в месяц на квартиры Я понимаю, что даже при очень стесненных условиях пенсионер Который платил до этого 150, при пенсии там в 250 евро, 150 за квартиру Если он будет платить 153 евро, то это не будет критическим Более того, эти пенсионеры имеют возможность великолепно сэкономить Потому что трубы новые, чистые, вода течет нормально Значит, меньше можно расходовать, особенно горячих У тебя стоит счетчик тепла в квартире, значит, ты можешь оптимизировать подачу тепла Если ты уже совсем в плохих условиях, ну, скажем так, финансовых Ты можешь сократить, потеплее одеться и сидеть не в таком комфорте То есть там возможности появляются совсем другие Нет, мы будем упорно говорить, что вот мы бедные и нищие Ну, что же, я с этим спорить не буду Просто-напросто я, опять-таки, могу повторить Я всегда, когда с людьми говорю, я говорю так Если вы голосуете против европейских, ну, вот этих программ Или программ реновации, вы голосуете за повышение затрата коммунальных платежей Вы голосуете за повышенную стоимость ремонтных работ Здравствуйте, доброе утро Я прошу меня извинить Господин Сидорко, а вот 100% ваших домов пошли на реновацию добровольно Или добровольно-принудительно? Спасибо Вот как вы себе это представляете добровольно-принудительно? У меня не 100%, у меня из 27 домов 10 прошло в реновацию И они довольны И оставшиеся 17 тоже довольны Что они не пошли на реновацию То есть и те, и другие сейчас очень довольны Но я просто имею возможность сравнить экономику одного и второго дома И вижу, что ждет те 17, которые отказались И чего не будет в тех домах, которые сделали Это первое Второе, я не понимаю, как это не добровольно Вы предполагаете, что их там связали Привезли какого-то там палача, который заставил их подписаться Конечно, добровольно Более того, я могу вам сразу сказать Я в собраниях, домах или в процедуре принятия решения На каждом доме о реновации Принимал участие только информационными материалами И только подготовкой документов по решению А вот уже люди внутри дома организовывались Сами пробивали это решение И приносили мне готовое решение Так оператив обеспечивал и расчеты И обеспечивал разъяснения Обеспечивал информации Все, что надо было Но процедура принятия решения В каждом доме принималась Благодаря отдельным собственникам квартир Которые провели очень большую инициативу И очень сильно поработали Мы сейчас ненадолго прервемся После чего продолжим программу Добро пожаловаться Я напомню, что в нашей студии Председатель правления Товарищества Центр консультации Собственников квартир Сергей Сидорко Ваши вопросы мы принимаем Вот у меня Не волнуйтесь Мы сейчас озвучим те вопросы Которые уже поступили Продолжайте писать На номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Ну и телефоны прямого эфира 6-7-2-1-2-9-3-9 6-7-2-1-3-9-3-9 Микс-Ньюс Продолжается программа Добро пожаловаться Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко В нашей студии Вот мы говорим о реновации Насколько она может быть Добровольной или принудительной Я хотел бы только Одну еще ремарку такую сделать Вот для тех своих коллег Которые звонят и говорят Что они там председатели домов Или там уставшие и так далее Или управляющие При этом мы все управляющие И мы должны как управляющие Наша обязанность Содействовать тому Чтобы дом был в исправном состоянии И был экономически Ну удобен для проживания И когда мы начинаем рассуждать С точки зрения Что вот этого жалко А того не жалко У меня только одно предложение А что вы в альтернативу предлагаете? Поменять зарплату или пенсию Мы не можем Мы можем единственное что сделать Это первое Рационально использовать деньги И изменить структуру затрат Собственника Что я под этим подразумеваю? Если есть нерациональные затраты То их нужно сокращать Такие как лишнее тепло Которое происходит Из-за разного рода причин Утечки Неправильная балансировка Ну и так далее То есть вы должны видеть Какую-то перспективу Немножко дальше Того что мы можем Собрать 10 евро И вот с этими 10 евро Потом чего-то делать Мы должны видеть перспективу У нас должен быть план И план шаг за шагом Мы в свое время реализовывали Просто в настоящее время Его невозможно Нормально реализовать Когда вы будете реализовывать План шаг за шагом Когда вы выполните Последний шаг Уже первые 10 Уже все Их надо уже повторять В срочном порядке То есть слишком большие деньги Необходимые на последние шаги Этого плана шаг за шагом Так что все-таки Всегда стремитесь Сказать не только Что все плохо Но что вы предлагаете Взамен Есть звонок У нас Здравствуйте Пожалуйста Вы в эфире Говорите Хэлло Да Добрый день Добрый день У меня есть жалобы Такого характера Вот эти самые Потепления наступило А батареи Что ночью Что днем У них температура Одинаковая Ну и А какая она Высокая Маленькая Для меня она Высокая И Меня больше всего Беспокоит То что Почему Не действует Эта самая Батарея Скажите пожалуйста А можно На улице 8-7 градусов 6 батареи Такие Как утром Так и вечером Так и ночью А можно поинтересоваться Вы живете На каком этаже Я живу На пятом этаже Пятиэтажка Да Я могу И адрес назвать Не Не надо Вы живете На пятом этаже Пятиэтажки Так Правильно Понимаешь Да Прекрасно Ответ Очень простой У вас то Жарко Но если вы Спуститесь И поговорите С людьми На первых Этажах То вам Объясняют Что им Холодно И поэтому Вот это Вот и есть Одна из систем Почему нужно Менять батареи И ставить регуляторы Подачи тепла Существующая система Не способна Равномерно Распределить тепло То есть доставить Каждому Столько Сколько нужно Вот если У вас бы Во всем доме Я подчеркиваю Это индивидуально Не поддается Во всем доме Стояли батареи С регулятором тепла То вы Как врачительный хозяин Бы закрыли у себя Лишнее тепло И получали столько Сколько нужно Значит это тепло Лишнее Которое для вас Оно не лишнее Для той квартиры Которое находится Внизу И у которой Температура Низкая сейчас Поговорите с соседями Там не перетоп Весь каждый дом Сегодня характеризуется Тем что Есть зона перетопа И есть зона Недоподачи тепла И вот Управляющий Вечно мучается Автоматика Это работает Но мы должны Настраивать ее так Чтобы во всем доме Было как минимум 18 градусов И когда Вот той квартире Которая проблемная Из-за Общий Дефект Ну общих Трудностей Системы Отопления В ней мы достигаем 18 градусов То в 5 или в 10 квартирах Будет 24 И вот это вот Как ты не прыгай Но я должен всем Подать тепло Хотя бы минимальное По нормативу При этом очень многие Получают излишек Обычно В 5 этажках Это картина такая С 3 по 5 этаж Жарится С 1 по 2 Мерзну Ну так В переходной фазе Находится Спасибо У нас еще один звонок Сразу Здравствуйте Да Доброе утро Не соглашусь Не соглашусь Я живу на втором этаже Батареи Как шальные греют И утром И вечером Просто И ночью Они просто Просто как шальные греют А вы с чем не согласны? Ну я не согласна с тем Что распределение Там тепла идет Вы по всему дому Понимаете Мы задыхаемся Все от тепла Понимаете? Мы задыхаемся Уважаемые Я еще Я не буду спорить Я не буду вас Приубеждать Вы просто Возьмите термометр И пройдите По всем 60 квартир Составьте карту Какая температура Ну а 36 Ну хорошо 36 Ну что мы с вами Будем уточнять Может быть и больше И меньше Уточните По всем этажам Пройдитесь По соседям Я ходил Вы ходили? Или вы говорите Мы Мы говорили Нет Мы говорили с соседями У кого холодно У всех тепло То есть батарея Еще средний подъезд Понимаете Я не буду с вами спорить Я могу сказать так Если у вас Во всех квартирах Жарко Поднимаете вопрос Передуправляющим Чтобы он снижал Потребление Это есть Возможность Тогда Тогда к нему Если всем Жарко Но насколько я знаю Как правило Не всем Жарко К сожалению И вот здесь Опять-таки У меня вопрос Вы можете быть Со мной не согласны Но что мы дальше Мы с вами Продуктивно говорили Кто-то из нас Должен взять термометр Пойти И померить температуру Если окажется Что в вашем доме Две квартиры Имеют температуру Ниже 18 градусов То мы с вами Должны решить вопрос Ну и пусть они мерзнут Я сегодня Займусь сама лично Вот вы попробуете Пожалуйста А между тем Вот нам слушатель Прислал вопрос Все еще Давайте еще один звонок Сразу примем Здравствуйте Ну вот я хочу сказать Что как старший по дому Я например Никогда не буду Уговаривать жителей Брать кредиты Потому что мы живем Не в цивилизованной Германии С вами Господин Сидорко А в уродливой Латвии Где банки Рухают только так Вот Как вот АБЛВ Рухнул И теперь Накопления Рига Снамо-Павловных Всех пропали В АБЛВ Там не было никаких Накоплений Рига Снамо-Павловных Со вторых В том банке Понимаете Очень много говорили Только насколько я знаю Большая часть этих накоплений Никуда не пропала Вот говорили В интернете писали Что все пропало Ну в интернете писали Что у нас Благосостояние растет Каждый день Это пишут и сейчас Откроете И вы с этим Латвийского государства Не верю Ни на йоту Тогда вы Тогда не надо Ссылаться на интернет Потому что вы одновременно Говорите Что у нас все плохо А в интернете И ссылайтесь И вижу И вижу Что творится Ну значит Я еще раз повторяю Все таки Моя точка зрения Такая Если вы ставший по дому А это значит Что вы управляющий То вы обязаны Заботиться Не о социальных вопросах А о содержании Дома В исправном состоянии В этом есть Принципиальная разница И я скажу Но денег нам не государство дает А мы сами деньги собираем Мы собираем Сколько Сколько можем Ну значит Живете как можете Все Давайте спорить Не будем Вы живете как можете И это тоже устраивает Живем как можем Да Все Спасибо Спасибо Кстати А сама вот эта Европейская программа Ренновации Она завершилась Она на сегодняшний день Закрыта Поскольку Тот Объем финансирования Который был Виден Ну по сведениям Аутума Он распределен То есть заявки Все поданы И Пока Тишина Что будет дальше Была еще Реческая программа Где тоже Обещали денег Но она один год Поработала И на этом все Пока В связи с там Политическими Получается Что сейчас Возможности Использовать Европейские деньги Дотации нет Нет Дотации Если на данный момент Дотации больше Доступных Дотации нет Они и есть Но Таких доступных Дотаций нет Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Доброе утро Такой вопрос Господин Осидорко Вот Я так понимаю Что Не понимаю Я смотрю На счета И За отоплением И вижу Что Каждый месяц Цена За Поставленную Единицу Теплоэнергии Меняется Хотя Этот Цилтум В свое время Сказал Что там Такой-то Какой-то Тариф Установлен У них 0,50 Чем-то Но Каждый месяц Приходят Новые Вот Допустим За Ноябрь 0,40 За декабрь 0,74 И так далее За январь 0,91 И Вот Последний счет Значит 0,89 Вот Как это Можно понять Если Установлен Единый Тариф За единицу А каждый Месяц Меняется Тариф Спасибо У нас Кстати Тут Как раз Вопрос На эту Тему Выманте Пишут Что То 8 Евро За куб Горячей воды То В другой Месяц Почему-то Расчет 4 Евро Ну И Меняется Цена Отопления За квадратный Месяц С августа Или сентября Прошлого Года Тариф На поставляемые Теплоэнергию Составляет 57 евро Включая НДС Он не Менялся Тут Вы Абсолютно Правы Но Вы мне Приводите Цифры Стоимости Отопления То есть Когда Тепловая Энергия Поступает Ваш Дом Она Учитывается Общедомовым Счетчиком И Цена Ее На входе В дом Составляет 57 евро Эта цена Не меняется То есть Тариф Который Будет Установлен На следующий Перед Он тоже Не будет Меняться До Следующего Решения Регулятора Это Первое Второе Дальше Это Количество Теплоэнергии Мы должны Разделить Между Двумя Потребителями Один Потребитель Это Подогрев Горячей Воды И Второй Потребитель Это Отопление Есть Разные Правила Есть Нормативные Документы Как Этот Счет Нужно Делить Если У вас Нет Приборов Объективного Контроля Которые Могут Сказать Сколько Идет На Одну Позицию Сколько На Вторую Как Правило Объем Стоимость Куба Горячей Воды Определяется Исходя Из Определенного Расчета Мы берем летнее водоснабжение Когда только горячее водоснабжение И исходя из этого определяем Какое количество Тепла Необходимо Для Обеспечения Потребителем Одного Куба Воды Это Первая Статья Расходов По тепловой Энергии Вторая Статья Расходов По тепловой Энергии Это Так Называемая Циркуляция То есть Это Теплопотери В трубах Горячего Водоснабжения Есть Норматив Который Рекомендует Принимать Плату С циркуляции Приводить ее К одной Квартире То есть Пропорциональное Количество Квартир И размер Платы Рекомендуется В размере 0,1 мегаватт Или 10% От стоимости Тарифа Текущей Значит И третья строчка Все что осталось Если это Отопительный сезон Значит Вот вам Первая строчка Циркуляция Вторая Это стоимость Тепла Потраченного На подогрев Горячей воды Которой Вы Воспользовались И третья строчка Все что осталось Это идет На отопление Естественно Что Отопительная Стоимость Отопления Она зависит Естественно Что от погодных Условий Это раз Это существенный фактор Второе От длительности Периода За который Выставляется Счет за отопление Я поясню Что я здесь имею Допустим Ввиду Допустим Мы запускаем Отопление 1 ноября 15 октября Значит Первый месяц Будет где-то За 15 дней Отопления Потом за 30 Потом есть еще Специфика Когда мы Снимаются Показания Счетчиков И бывает Не ровно Там Каждые 30 дней А бывает Иногда 28 Иногда 32 Это тоже влияет Но в целом Влияют Значит Факторы Какова Принятая методика Распределения Тепла Полученного Тепла Между Затратами На горячую воду И на отопление Это первое И второе От продолжительности И третье Уже От самих Климатических условий Вот таким образом Распределяется Счет Он не всегда Должен быть Одинаковым Во многих домах Получается так Лет Зимой Относительно Теплая Дешевая Горячая вода Дорогое Отопление Летом Вдруг вода Становится горячей Потом опять Меняется Это значит Ну Немножко неверная Система Распределение Да Лист Больше Больше Этой квартиры Распределяет Распределяем Распределяем При всем Понимание Заочно Открыл Про Про Распределяем может быть, до 20%, но все зависит от цен на энергоносители. Когда нефть стоила 110 долларов, соответственно, газ, из которого у нас получается тепло в Латвии, все было дороже. Тогда это было эффективно. Люди могли быстро отдать кредит, потому что разница была большая между тем, что нужно платить по счету, и тем, что нужно погашать кредит платить. Но сейчас, и в условиях, когда закончилось софинансирование, это вообще овчинка выделки не стоит. У меня вопрос, а что вы предлагаете? Хорошо, это я согласен, овчинка выделки не стоит. Что вы предлагаете взамен? Это древняя китайская мудрость. Иногда для того, чтобы свернуть гору, не обязательно ее толкать. Как бы мудрец сидел, ждал под горой. Давайте перейдем к дому. Нужно ничего не делать. Понимаете, вот мое предложение. Ничего не делать. Не пытаться что-то. Понятно. Не пытаться. Потому что очень дорого это, и нет стабильности. Понятно. Люди берут, даже если всем 60 или там скольки, дадут кредиты. Начнется ремонт, реновация дома. Где гарантия, что все люди смогут платить в течение 10 лет? Понятно. Выплачивать. Это очень... Ну, а с другой стороны, вы правы, что за домами надо следить. Дом надо... Таким образом улучшаются эксплуатационные характеристики дома. То есть, извините, я немножко перебился, но я могу вам задать еще один вопрос. То есть, вы придерживаете с того мнение, что если у вас на машине резина лысая, то давайте ничего не делать, будем ехать, пока она не лопнет. Это ваша позиция? Так я понимаю? Нет, это неправильно. А как? Тут нельзя сравнивать. Понимаете, нельзя сравнивать. Почему нельзя сравнивать? Если у вас изношена труба до того, что она рвется, нельзя сравнивать. Если у вас изношена труба, сравнивать резину, которая стоит 200 евро, и сравнивать дом, который стоит 250 тысяч, нельзя... Хорошо, я вашу позицию понял. Значит, я могу ответить на это так. Каждый волен выбирать себе судьбу и аргументацию, какую он хочет. На самом деле, для тех, кто предлагает ничего не делать, я рисую альтернативу. Значит, эти здания, они очень хороши и стабильны до определенного момента. У нас есть на сегодня два варианта в жизни. Первый. Вложить примерно 100-150 евро в квадратный метр и привести эти здания в технические очень хорошее состояние, а экономически сделать их, ну, скажем так, доступными. И второе. Не нравится. Посидим, подождем. Подождем. Оно само отвалится, значит, где-то лет через 15-20 вам, которые ничего вот так вот будут не делать в своем доме, придется искать новое жилье по цене где-то от полутора до двух тысяч за квадратный метр. Вот сравните, 150 сегодня и другого... Ну, понимаете, вы можете со мной соглашаться, не соглашаться, я не доживу до того момента, когда это произойдет. Вот в этом-то и есть проблема. Но, извините, извините, пожалуйста, но он произойдет как инженер, я могу сказать так, если ничего не делать, то с этим техническим сооружением, называемым новоквартирный панельный дом, очень быстро, с точки зрения такой нормальной жизни, лет через 10-15... Не согласен, есть эксплуатация. Ну, все, вы читали, не читали, какие документы, дальше это личный спор может быть. Но я вам говорю так, есть два варианта развития событий, либо мы сейчас кардинально поддерживаем, но относительно экономии. Цифры совершенно спокойно говорят сами за себя. Если дом до реновации потреблял на отопление, вот я беру на своем примере 10 домов, достаточно для статистики, потреблял от 90 до 100 киловатт на квадратный метр ежегодно на тепло, то сейчас он потребляет от 60 до 50. То есть мы не 20%, а в результате мы снизили потребление порядка на 40-50 киловатт. И эти 40-50 киловатт мы не потребляем, несмотря ни на какую цену. То есть в любом случае, если я сделал это, я в любом случае при любой цене буду потреблять на 40% меньше платить, чем вы сидите и ничего не делаете. Вы ратуете за то, чтобы платить больше, при этом говорите, что у вас нет денег. Ну нету, ну что здесь? Понимаете, дальше спорить бессмысленно нам. Бессмысленно спорить. У меня есть свое убеждение, у вас свое. А вы не меня убедите, я вас не убежу. Спасибо, да. У нас на самом деле заканчивается время. Я просто скажу, что вопрос, который касался торцевой квартиры в пятиэтажном панельном доме, мы все пытались как-то до него добраться, наверное, мы ответим. Я сейчас могу ответить, если есть две минуты, я могу. Да, две минуты. Тут просто в 2016 году подписали договор о реновации, собрали нужное количество, но так и не начались работы. Там работы могли не начаться по многим причинам, в том числе могли не получить кредитование в банке, могли не сдать, скажем, документы. Там масса причин, не будем об этом. Если у вас в доме появилась плесень, вы имеете полное и абсолютное право требовать это управление, чтобы эта плесень исчезла. Для этого не надо дожидаться утепления, как правило, это нужно найти источник поступления влаги в стену. Запомните, плесень в квартире – это влага в квартире. Влага может появиться либо снаружи через поврежденные швы или какие-то участки стен, это первое, и тогда это забота домоуправления, которое должно найти этот источник, эту точку, ее загерметизировать, и это возможно технически. И вторая причина, которая может быть нарушение правил вентиляции в квартире. То есть, если у вас в квартире за счет того, что вы, ну, какой-то специфический образ жизни ведете и мало проветриваете, и там, либо сушите белье, либо поливаете растения и так далее, что-то такое, у вас может создаться микроклимат с повышенной влажностью, это тоже может являться причиной появления плесени. В любом случае, я вам советую сразу при появлении плесени не ждать каких-то глобальных событий, вызывать домоуправление, и пусть они начинают шевелиться. Вполне это можно устранить. Все остальные вопросы мы обязательно зададим, и Сергей Сидорук ответит на них уже в следующий понедельник в 10 часов утра. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok